Провокативное искусство, оно на то и провокативное, что оно проверяет здоровье общества. Я ввожу пример, что Александр Брейнер в своё время делал акции, очень похожие на то, что делали Пуссирайт. То есть он на лобном месте в Красной площади вызывал Ельцина на бой. Во время Второй Чеченской войны он ворвался в Елоховскую церковь, там рушил всё, кричал «Чечня, Чечня!». Но система тогда как реагировала? Она его там взяла, поместила в кутузку на одну ночь, на следующий день выпустила и выписала штраф 500 рублей. Никто об этом практически не знает, кроме специалистов, людей, которые занимаются акциями. То есть это означает, что общество было здоровым. То есть оно адекватно реагировало. Когда общество не здорово, то получаются такие эксцессы, как с Пуссирайт и с Павленской. То есть художник на самом деле сделал фактически не такой же, но идентичный жест. Но больное общество, больная реакция, и сама эта уже реакция становится частью перформанса. Я вот буквально сегодня, мы обсуждали с Павленским его проект «К столетию революции», и он мне говорит, что для меня даже важнее, чем документация моей акции, материалы суда, реакция власти, пресса, то есть это является частью акции. Поэтому чем более закостенелое консервативное, традиционное, тоталитарное общество, тем больше значение радикальных художников. В обществе здоровом больше значение, может быть, художников формальных. Так что такие дела. Споры терминологические, они бесплодные. То есть, во-первых, многие художники против того, чтобы их акции разделяли. Это политика или искусство? Это и искусство, и политика. То же самое, как, может быть, книга одновременно и искусством, и литературой, и политикой. Но в целом, если говорить о некой такой позиции просвещения, то есть, если, допустим, надо было бы объяснить молодым людям, которые впервые с этим сталкиваются, я обычно говорю, я сравниваю ситуацию в искусстве и в науке художника и ученого. В XVIII веке наукой большинство считалось это физики-механики. Ньютон, то есть, вот это наука. Вот сегодня, например, ученые – это и лингвист. Совсем другое. Это и зоолог какой-то, и какой-нибудь теоретической, там, я не знаю, математикой занимается человек, генетикой. То есть, да, когда-то наука, основная ее такая столбовая дорога крутилась вокруг физики. Но потом появилось много разных других направлений, там, разветвлений. И сегодня мы понимаем прекрасно, что, например, историк и, там, я не знаю, генетик – это две разные профессии. Но мы понимаем, что и там, и там наука, и что и тот, и тот ученый. И точно так же в искусстве. Когда-то живопись, графика, скульптура, как три основные медиа, 99% художников занимались одним из этих трех медиа. Сейчас другая ситуация. Сейчас есть много разных медиа. Есть даже искусство, которое делается, я не знаю, на компьютере. Есть искусство, которое, значит, ленд-арт, то есть, которое охватывает огромные территории. Есть искусство перформанса, акции. Вот, ну, к этому надо вот так именно отнестись, что зона художественного воздействия, она как бы сильно расширилась.